друзья всем привет с вами капанда добро пожаловать мой любимый roblox tower battles как вы друзья знаете у нас здесь нововведение хэллоуинский ивент у нас новая карта haunted castle и также если пройти этот ивент продержаться 10 волн в четвером то есть как на выживание можно заработать хэллоуинскую башню hollow boomer да это такой дядька который стреляет у нас тыквами прикольно он в чем короче суть как его нужно здесь проходить сейчас я вам расскажу лайфхак короче я как обычно сначала пошел в глобал ну думаю по тысячу посмотрю короче поиграю в глобале там просто со всеми там в кучу из подписчиками там и с американцами и так далее а это просто unreal я короче раза два три наверное 4 сыграл как они все вставят в перебой питаешься им там писать короче но нереально короче нереально одному вдвоем трем если кто-то один начинает тупить уже вставить не туда к и ставить что-то там не то уже все нереально пройти поэтому я взял думаю да чё давайте пройдем теперь с подписчиками зашел в дискорд свой быстренько написал подписчики зашли мне им сказал что нужно сделать к у каждого мы распределили роли и с первого раза очень быстро затащили то есть ничего такого сложного нету в чем короче суть суть в том что здесь нужно распределить всем свои обязанности своими роли то есть чтобы каждый занимался своим делом и не нужно там брать левые башни не нужно там чтобы все в кучу там каждый ставил фермы там диджея и так далее во первых фермы здесь вообще не нужны не нужны здесь никакие миниганчики но он здесь у нас будет имени ганщик и z фермы не нужны не нужны солдаты бараки там то есть вот этот всякая мелочевка суть в том что-то кажется смотрите я взялся флейм тавер флейм тавером я буду в конце в основном замедлять их для того чтобы его передвигать я буду постоянно продавать его и чуть-чуть дальше подвигать чтобы в конце кинг джека у которого ну как воет у него 250 тысяч жизни для того чтобы его замедлять и просто буду переставлять взял рельсу и фазером вообще здесь три основные атакующие башни которые вам потребуются это мартира мартира обязательно нужно для того чтобы сплэш уроном убивать риперов то что риперы будут очень много поднимать зомбаков дальше нужна рельса но рельса всегда тащит и нужен еще фазер файзер для того чтобы монстра убивать монстр это короче такой босс пойдет у него 4000 жизни для того чтобы он сжигать также здесь еще крайне необходим диджей я считаю потому что диджей во первых плюс 10 процентов ну на первом уровне а поэт им но нашим юнитом это скорость перезарядки то есть они быстрее начинают стрелять а также так как здесь денег очень мало фермы не имеет смысла ставить потому что всего 10 волна не особо не успеют окупиться она может я не знаю кто нибудь и все-таки с фермами пройдет а диджей у нас а поэт наших наши юниты их апать получается становится гораздо дешевле то есть на первом уровне там минус ну на втором точнее уровне минус 10 процентов или на третьими уже не помню и на четвертом уровне самое главное что будет их уже минус 20 процентов опать то есть вот это у меня наверху где стоят соответственно рио ганеры рядом стоят файзеры и наверху мортиры из-за этого апы получается гораздо дешевле в чем короче суть мы когда с подписчиками собрались не сразу сказал я ставлю в самом начале самолет третьего уровня для того чтобы нам видеть невидимых вот этих спиритов до спирит этого типа у нас хайден и я поставил самолет и поставил диджей сразу сказал потом подписчикам вы в основном сконцентрируйтесь только на атаке вот одного из моих друзей была мортира игру все оставь просто одну мортиру максимально ее апой все там поставил две мортирки и просто начал убиваться по мортире мы уже знаем что у нас сплэш урон есть и никто на это не отвлекается далее остальным я сказал берите там рельсу ставьте наверху соответственно тут и также файзеров возле диджеев и все больше ничего не требуется каждый выполняет свою задачу то есть я закрыл вопрос по диджею по самолету и по флеймеру даже можно было мне грубо говоря не брать там рельсу и файзера но как бы я все равно взял потом в помощь подмогу но как я уже сказал самое главное чтоб каждый занимался своим делом поэтому друзья дискорде просто ищите там например помощь требуется по прохождению и винта ну точнее не помощь а ищите кто еще не прошел и также вот распределяйте все роли чтобы у каждого была своя роль например кто-то ставит там самолет с диджеем как я кто-то ставит мортиру кто-то ставит рельсу и кто-то файзеров ну а кто-то например у кого все это есть также там ну помогает еще тоже рельсов как видите у меня есть и рельса и фазер я уже потом когда все эти роли свои выполнил я начал конечно же тоже уже ставите рельсу и файзера для того чтобы нам помочь смотрите у нас уже идет пятая волна пятая волна очень жесткая потому что рипперы начинает очень очень часто спавнить вот этих мелких зомбаков и получается что у нас не фазер никто не успевает на них навестись конкретно потому что все отвлекаются на эту мелкую шулупонь а мортира очень сильно спасает нужно мортира на последнем уровне на пятом уже будет носить по полтиннику она их будет очень быстро всех ложить вообще у нас здесь прикольные юниты такие они вот как бы сделали аналогию с основными юнитами которые у нас на обычных картах просто их сделали под ну такую тематику третий летят ведьмы ведьмы это у нас спиде то есть хэллоуинский такой у них скин спириты это соответственно вот эти духи которые шли это у нас как хайдена то есть они невидимые вот идут вы видите сейчас рипперы но них 825 жизни у спирита 250 ведьмы 80 риппер это как у нас некромансеры но некромансер шел в него 200 было жизни а вот а соответственно уже 825 гораздо больше вот видите уже большая куча идет у нас также невидимых то есть спиритов далеки духов а также дальше еще пойдет у нас здоровенный босс монстр его будет звать 4000 хитпоинтов у него будет это типа как босс номер три и также будет king jack это как войд то есть самом конце босс у него будет 250 тысяч хитпоинтов посмотрите уже 7 волна идет и просто уже большое количество идет мобов просто жесть и мортиры очень хорошо спасает то что именно мортира бьет то что смотрите фазер не успевает просто разогнаться также мы поставили ми еще и здесь миниган щека 2 миниган щеков и поставили зедов но они как бы тоже спасают ситуацию но я бы не сказал что они прям крайне необходимы то есть в основном вот я как сказал это основная такая еще у нас единица 3 единицы это рельса файзер и мортира мортира просто вообще нужно она тут просто сто процентов без мортиры вы тут не пройдете вот смотрите уже красным бежит этот мог здоровенный здоровенный мопа то монстр у него 4000 жизни вообще прикольно как они нарисовали как вы знаете в том году я тоже проходил карт он там она была обычная такая заснеженная и давали эльфа здесь теперь дают холла в бумер а холла бумера конечно я отдельно выпишу видос потому чего максимально протестирую и ну посмотрим а то что он поджигает он короче стреляет как и свои базуки и как флейм тайвер поджигает и замедляет мобов так вот смотрите сейчас мы большого этого монстра завалим сколько у меня там жизни маленько уже осталось видимо да 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 уже маленько все мы его вальнули так и вот идут очень большие пачки рипер очень часто его блин спалит этих своих маленьких прислужников из-за этого все башни просто отвлекаются сейчас вот вроде мы все как бы расчистили уже фазер взялся нормально а так было конечно очень тяжело и самолет соответственно самолета не стал уже апать самое главное на третий уровень апнуть самолет для того чтобы все в радиусе самолета видели невидимых вот этих вот наших спиритов да у которых по 250 жизней так он и у флеймер у меня стоит наверху я его потом буду постепенно передвигать то есть когда у нас будет king jack будет пробегать я буду его маленечко передвигать для того чтобы нам его замедлить но у нас он пройдет примерно где-то две третьих либо три четверти пройдет так у меня 2000 я в основном сейчас буду конечно копить от видите я уже про apple диджея на четвертый уровень для того чтобы апы были гораздо дешевле потому что как я говорил с деньгами тут напряжка если тут было бы много волн тогда можно было бы ставить фермы на так как волн всего 10 в среднем за 4 за 4 волны окупается ферма поэтому как бы смысла особо нету здесь нужно очень грамотно рационально использовать все свои ресурсы то есть денежку и апать именно то что нужно и ставить то что нужно и ставить все в центре ни в коем случае нигде вот а то и когда играл там ну на глобале то мама не горю на самый выход ставили то где только моему выходит прям там там на оставляли юнитов все понятно надо сливаться потому что вообще нереально а вот друзьями пройти вообще проще паре на репа игру мы прошли с первого раза он этим самое главное потому что как я уже говорил каждый свою роль делает и ты уже знаешь что никто не затупить и более мы по дискорду общались и мы сразу же ставили у кого там чё сколько денег сидишь общаешься с микрофоном сразу создал группу там tower battles в голосовой канал мы зашли и простенько быстренько все затащили как говорил уже с первого раза так у нас девятая волна идет предпоследнее он смотрите идет уже куча вот этих вот монстров у кого по четыре тысячи жизни куча летит ферм у нас уже проапнутые две мортиры две мортиры пятого уровня наверху стоит рельса но рельса четвертого уровня потом у нас еще больше конечно же будет потом еще и фазера я тоже поставлю вот стритес я ставлю фазером фазера в уголок ну как мы мне по моему его правее сейчас поставлю нет сюда я все-таки поставил да на девятой волне максимально тоже буду стараться пропать но как я говорил моя роль сводилась тому чтобы поставить самолет и диджей но и потом уже тоже по возможности помогал конечно ставил а и вот флеймера я потом тоже буду передвигать когда у нас пойдет king jack здорово этот наш дек дек воробей соответственно я буду передвигать флеймера флеймер неплохо замедляет их на 50 процентов они идут медленнее вот сожалению пока идет конечно монстр мартира стреляет туда по нему и вот эту по пачке не видите пачки идут еще целый сейчас как только мы его убьем мартира начнет бить уже по пачкам и сразу за три часа этих пачки начнут падать хлобысь и все никого нету вот мартира здесь вообще конечно тащит просто обязательно все и девятую волну мы практически уже все за тесте это зачистили они не прошли даже и четвертины ну или треть наверно четвертину может и прошли так 3000 у меня но тут уже особо нету роли чё там ставить я уже просто apple потом то что была возможность так у нас уже видите три мортиры четвертого уровня 2 2 2 рельсы тоже четвертого уровня они мартира 5 чё я говорю 3 мартира пятого уровня конечно же все и пошла у нас последняя десятая волна десятая волна так 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 3 по-моему да на 3 все флеймер нажигает флеймер нажигает нажигает очень хорошо конечно же у нас по боссам именно фазер по мелочевке он плохо нажигает от по был по боссам очень хорошо потому что он успевает разогнаться вот у нас есть уже 5 уровня один фазер да наш мой флеймер еще потихонечку их замедляет и вон он king jack идет здоровенный смотрите здоровенная бак головешка у него горящие куча на у него каких-то висит тыкв еще он стать и будет всех фризить вот он своей косой махает и короче все за фризе лис видите флеймер за фризе ный и даже там все наши юниты тоже будет за фризе ные он ведь они стоят бамбу курят пока но спустя 10 секунд буквально 10-15 секунд они потом отмирают и нормально начинают нарезать сейчас наша задача конечно все расчистить это все это шелупой всех его прислужников для того чтобы потом уже сконцентрироваться именно на king jack и да король джек король джек король джек так у нас посмотрите еще даже есть я уже не помню мы не а полип он дамы до максималки мы не успели пропать за да но за церна тоже потихонечку бегал стрелял думаю свой вклад он тоже внес так вот мы уже начинаем стрелять по king jack у маленько ну пока его не обгоняет монстр сейчас монстр его обгонит еще куча пойдет час конечно же одни хищи спиритов летит по 250 но у нас получается 4 они три мортиры по полтиннику они сносят 150 почти практически убивает вот видите я передвинул флеймера так вот я буду его стараться по периодически передвигать у меня просто денег уже не осталось видите у меня мало денег я потом буду его продавать не перемещать как ну как бы вдоль дорожки для того чтобы замедлять босса вот этого здоровенного даже я не стал апать уже на диджея на пятый уровень как бы смысла особо я не видел тем более денег уже было мало я поставил там фазера только в помощь и в основном конечно старался передвигать видите опять я передвигаю флеймера для того чтобы максимально постараться за ми нашего босса на 50 процентов замедлить ну и там также еще нажигаем а вот еще внизу смотрите мы поставили куча мортир потому что наверху уже место закончилось он у меня уже 5000 уже даже не обращаю внимание так еще там сзади череда тянется здоровенные спиритов у нас но мы сейчас тоже тут в куче мортиров чем хорошо когда на стреляет например даже по боссу сзади кто бежит смотрите сейчас мы будем просто убивать их так как они будут в радиус взрыва мортиры тоже попадать все так вот и флеймера еще переставляю у меня уже 6000 остается давай давай все я переставил 5 900 у меня осталось и все буквально сейчас вот мы последний еще последнюю волну вот этот который идет череда их убьем и потом уже сосредоточимся вот я ставлю второго фазером тоже максимально пока есть деньги его проповую все мы всех убили у нас осталось 160 тысяч у кинг джека и больше никого нету сейчас он у нас пройдет через эти здоровенные решетки решетки которые ты рио гайнера когда первый раз увидел грудь смотрите он в клетке не пройдет через клетку но по-моему даже дошел маленько да он пройдет через нее вот он кинг джек идет у него остается 140 тысяч ну рельса конечно и фазер делают свое дело единственно что конечно фазера он сбивает когда стучится этой косой но смотрите от пройдет как ты одна тысяча терминатор просочился просто да и все и буквально вот у него остается там сколько тысяч 100 наверно и здесь я уже забываю даже про своего флейм дамера сейчас конечно его поставлю тоже и все и мы его практически на этом повороте уже и завалим да вот что-то долго и не мог поставить все я поставил вы маленько пропустили у меня с 83 китпоинта то есть вначале у нас там пробежал один товарищ но мы на это не обратили внимание то есть там все было пучком там самое главное на 5 волне продержаться и на 9 так вот у него как видите остается 70 тысяч и мы сейчас его буквально к уже добиваем и все кто были у нас соответственно в нашей катке получает этого юнита но так вот я решаюсь еще раз продать поставить флеймера наверху там уже не стал заморачиваться до поставила чуть-чуть пониже для того чтобы ладно уже не заморачиваться а нет у нас кстати далеко прошел чего думал что мы его раньше убили так у него остается 17 тысяч 15 и все сейчас он помрет уже десятая последняя волна у меня уже 5000 даже не стал ничего под не стал ничего ставить все у него остается и он соответственно падает king jack наш падает 250 тысяч у него ушло все как я вам еще раз говорил смотрите сколько у нас большая куча вообще рельсы рио гайнеров просто куча здоровенная да и причем они уже все максимально пропнутый на ней ну не все конечно но многие пропнутый на пятый уровень на друзья все как я вам говорил самое главное найти просто людей с кем можно будет также вот поиграть чтобы никто не тупил играть в дискорде и соответственно каждый чтобы выполнял свою роль вот у нас триумф и ловин сдали 100 кредитов и холлоу бумер тавер соответственно далее если честно есть особо и еще не играл как вы знаете это и этим юнитом но этой башенкой я играл только на стриме вот у нас стрим был суббота-воскресенье прикольно поиграли мне понравилось вот нам дался холлоу бумер и дали 100 кредитов вот он наш маленький красавчик все наконец-то наконец-то все у меня опять собраны все полностью башенки вот он холлоу бумер starting cost у него то есть стоит 750 для того чтобы его поставить на базу до мэйч фаер сплэш медиум игра он то есть стреляет он медиум то есть радиус ну кстати большой у него гораздо больше радиус не чем у того же эльфа на друзья ну что вот я в принципе вам все и показал ничего такого сложного нет самое главное найти адекватную нормальную команду ну все друзья на этом виноса завершаю пишите в комментариях кто уже получил этого юнита кто еще не получил ну а с вами был капанда увидимся на просторах роблокс всем пока пока пока